Всем привет! Соскучились? Ну что, какие новости? Новости у меня такие. В предстоящую субботу сдаю экзамен. И достаточно сильно переживаю по этому поводу. Посмотрим, насколько время, которое я потратил в прошедшие недели, окажется продуктивным или нет. Но пока расскажу, что было на прошлой неделе. На прошлой неделе было два ключевых события в моей подготовке. Первое, это я добавился и стал активно переписываться в Open Data Science. Это комьюнити дейта сайентистов русскоязычное в слэке. И второе, я сходил в шаг. Значит, подробнее про Open Data Science. Open Data Science состоит где-то 12 тысяч человек в слэке. И это все дейта сайентисты или люди, которые с этим как-то связаны. В том числе и люди, которые хотят поступать в ШАД, люди, которые занимаются программированием с Data Science. И, в общем, много-много разных классных и интересных людей. Поскольку я всем прожужжал уши, что я собираюсь поступать в ШАД и заниматься Data Science, нашелся хороший знакомый, который меня в эту группу пригласил. Поскольку там все по приглашениям. Я добавился, написал в канале про подготовку ШАД, что ищу людей. Но там пока что-то молчание было. А потом написал в канал Welcome и рассказал о себе. И там начался небольшой холибор. Когда я рассказал про Стэнфорда, что в Стэнфорд не пошел, я сейчас собираюсь поступать. Кто-то говорил, что ой, правильно сделал, нафига ехать в Америку. Кто-то начал утверждать, что нет, наоборот, надо валить в Америку. Ты что, все потерял? Кто-то говорил, зачем ты собирался брать кредит? Кто-то еще говорил, зачем ты вообще занимаешься этим? Ты вообще менеджер. Ну, в общем, много всего полилось. И позитивного, и негативного. И на все нужно было как-то реагировать. Я, конечно, немножко подустал сначала от этого, но потом оказалось, что это очень классно. И это очень многое может дать. А что мне это дало? Это мне дало четыре вещи. Во-первых, я познакомился с несколькими Data Scientist, с которыми очень классно пообщался. Они смогли дать мне фидбэк по моей мотивации и рассказать, на что лучше рассчитывать в ШАДе, на что не стоит рассчитывать. Успел познакомиться сейчас с несколькими ребятами, которые тоже готовятся к ШАДу. Где-то пять человек. Мы с ними встретились онлайн, порешали прошлые экзамены. Кроме того, мы даже успели разобрать новый экзамен, который был, получается, неделю назад. Кто-то там успел его прорешать и прислать, и мы по нему тоже уже успели подготовиться. И, ко всему прочему, я там же познакомился с несколькими студентами ШАДы, кто сейчас учится или вот-вот закончили. И один из студентов согласился сводить меня в ШАДы, показать, как там все, что устроено. И я с радостью пошел. Теперь, как сходил ШАД? ШАД сходил очень интересно, поскольку смог проникнуться атмосферой, которая там стоит. Атмосфера такая, напоминающая аспирантуру в Америке. Много молодых ребят, и девушек, кстати, достаточно много, которые сидят, ботают разные задачи по математике и по программированию. Видно, что соображают очень круто, поскольку мы с ними с несколькими обсудили парочку задач, они здорово мне рассказали, как решать. И очень круто рассказали, какие интересные курсы есть, какие не очень, на что стоит ходить, на что не стоит. Поэтому теперь я подкован. И когда пойду на интервью, и самое главное, если потом пройду, буду выбирать, на чем учиться, я уже знаю, что выбирать. Об этом расскажу чуть позже, наверное, уже после экзамена. И, наверное, единственное, что не понравилось ШАДе, то, что в самом помещении очень мало места. Ребятам приходится сидеть в коридорах, где-то там на пуфиках, и тяжело обсуждать что-то в группе. Но остальное, конечно, очень круто. Мне понравилось, и это скорее подкрепило мое желание идти учиться в ШАД. Что из этого, какой вывод я смог из этого сделать касательно в целом подготовки к какой-то цели. Есть смысл рассказывать о своих целях, о том, что собираешься делать другим людям. Даже если получишь какую-то критику, выдержишь эту критику, и сможешь потом получить кучу интересных идей, с помощью которых можешь дальше двигаться к своей цели, и кучу интересных людей, которым такая же цель и интересна. Поэтому очень стоит быть открытым, что я очень рекомендую. На следующей неделе экзамен. Я вам расскажу, как он пройдет. А пока до связи. Пойду ботать. Пойду ботать. Продолжение следует...